Водопад в подъезде. Жители дома по адресу Полазненская, 26, в микрорайоне Владимирский тонут, не выходя из здания. Во время дождей, на которые в последнее время щедрая небесная канцелярия, лестничные клетки превращаются в море. Проблемы с ливневой канализацией длятся уже месяц. Почему дело здесь труба, разбиралась Евгения Караксина. Здесь, конечно же, все текло, но самое страшное, что это все стекается на первый этаж. На первом этаже даже из лифта нельзя было выйти. Когда МЧС предупреждала о шквалистом ветре и проливных дождях, советовала по возможности избегать открытых пространств, жильцы этого подъезда пострадали от стихии, не выходя из дома. Во время дождя из ливневой канализации, расположенной вдоль стены, бил вот такой фонтан. Водой заливала лестничные клетки на каждом этаже. Жители спасались от потопа кто как мог. Ковшиками выгребали ведра в унитаз, бегом так вот все бегали и сливали воду. Мы ходили в галошах, потому что нельзя было ходить. Обувь у нас в кармане вся плавала там. Пришли домой, у нас прямо с потолка, у нас на тяжелом потолок ваня, у нас прямо капало. Мы достали все светильники, мы обратились, они обратились в жилосервис, написали мальчика. Мальчик пришел, сказал, ну ждите, когда высохнет. Жильцы говорят, это уже второй случай за месяц. Ливневая канализация не справляется с дождевым потоком. По всей видимости, что-то где-то засорилось или прохуделось. Люди опасаются, что может замкнуть проводку. Жильцы, так и не дождавшись помощи от управляющей компании, от безысходности, написали объявление и повесили его в общем подъезде. Оно гласит. Уважаемые собственники и жители нашего дома, как вам наш подъезд и придомовая территория во время дождей? Может в гости пригласить дежурного по городу? И убедительная просьба, не стесняйтесь звонить по номеру 2-630-300. В управляющей компании «Жилсервис» мы застали на месте генерального директора, но он куда-то спешил. Правда, заверил, что лично заедет на Полазненскую-26 и посмотрит, в чем дело. Это аварийная ситуация в любом случае. Поэтому я говорю подряд организация по этому поводу в курсе. Все это дело мы устраняем и устраним. В кратчайшие сроки, если уже не устраним. Но пока не устранили. Сразу после отъезда съемочной группы снова начался ливень, и жильцов в десятиэтажке опять стало топить. Водопад в подъезде они сняли на видео, которое уверенно пригодится при обращении в прокуратуру и жилищную инспекцию. Туда они планируют написать заявление, если управляющая компания так и не сможет решить эту проблему. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.